День Учителя – это праздник, когда становится возможным оценить усилия педагогов и в полной мере выразить по отношению к ним благодарность. Уарских учителей чествовали в городском Доме культуры Мир. Для тех, кто на долгие годы остается в сердце каждого человека, были предназначены букеты цветов и организован поздравительный концерт. Но чтобы заслужить почетное звание учитель, требуется огромная отдача моральных и душевных сил, большой запас энергии и энтузиазма. Много теплых слов услышали в свой адрес люди, посвятившие себя этой профессии, в том числе и от главы города. Дорогие уважаемые учителя, очень приятно в преддверии вашего профессионального праздника находиться на этой сцене и говорить слова поздравлений. Вот 1 октября, в День пожилых людей, или как сейчас называют День мудрости, мы посетили Анну Ефимовну, почетного жителя нашего города, который исполнился 91 год. И вот я сидел, смотрел на нее, слушал, как она рассказывала о жизни, и я ловил себя на мысли, что мне хочется учиться у нее вот ее такой достойной жизни, учиться радоваться тому, что есть, учиться не унывать и просто прожить долгую почетную жизнь. Я поймал себя на мысли, кто он, учитель или нет. Я хотел бы пожелать вам, чтобы неизменным оставалось одно, именно то, что дано человеку, когда он приобретает диплом учителя, и чтобы вот это восприятие вас учениками, как человека, с которого хочется брать пример и которому хочется подражать, вот оно вам было присуще всегда, независимо от каких-либо моментов. Сергей Милосердов, который сегодня удостоен почести и наград, был тем самым учителем, благодаря которому определила свою гражданскую позицию Наталья Шарова. Как это часто бывает, в юном возрасте Наташа вовсе не мечтала стать учителем, но вышло так, что выпускница второй школы пришла трудиться в стены своего родного учебного заведения. Как раз здесь, на уроках истории и общественного знания были заложены первые азы. Девушка усвоила для себя, что настоящее можно понять, только хорошо зная прошлое, и тем самым возможно избежать ошибок в будущем. Теперь этому она учит других и благодарит за выбор жизненного пути своего коллегу, который на сцене принимает поздравления. Учитель кадетского корпуса Наталья Шарова отмечена в этот день дважды грамотой городского совета и званием народного учителя Тамбовской области. С одной стороны, у нас, конечно, профессия тяжелая, непростая, но с другой стороны, сколько радостей бывает, не только когда администрация наши достижения оценивает, но и дети. Сегодня мы были на празднике, где нас поздравляли наши дети. Вот это вот самое чудесное, самое прекрасное, благодарность детская, их глазки, которые смотрят на нас действительно с любовью, с надеждой, что мы еще им какое-нибудь дадим знание. Вот это вот того стоит. В этот праздничный день каждому стоит задуматься о том, как изменил его жизнь хороший учитель, о котором осталась память. Ведь, по сути, в руках учителей наше будущее, наши личные, а значит, и государственные успехи. И мы родной нас, простите, учитель, небослушных ребят, во всех венах поймите... Наш город. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова. Ирина Мерзлякова.